Дальше снова неприятный кластер. СССР, Албания, Греция и Италия. Вспоминаем, как было все красиво и весело в иерархическом. Там что у нас было? Греция и Италия вместе с Испанией и Португалией. Отдельный кластер. А здесь вот все перемешалось. То есть у нас были промышленно развитые соц. страны и Средиземноморье. А тут вот эти два кластера перемешались друг с другом. В этом плане результат менее интересный. Венгрия, Чехословакия, Польша. Чехословакия, Польша понятно. Венгрия, но тоже соц. страна. Хотя черт знает с Венгрией. Венгрия и развитая, и сельскохозяйственная. Ну и наконец скандинавский кластер. Ну хоть он нас порадовал. Он сохранился. Значит, в том, что я сказал, главное. Это не значит, что я говорю здесь хуже по сравнению с иерархическим кластерным анализом. Но здесь хуже, потому что интерпретация труднее. Менее ясная. Но вообще говоря, они наравне. И в одной задаче будет интереснее решение, полученное одним методом, в другой задаче другим методом. А вопрос такой. А стоит ли сделать так? Провести кластеризацию и иерархическим, и к средним? Ну не сложно. Сделать можно. А какой от этого выгода? А какой от этого плюс? В чем выигрыш? Или это просто баловство? Вот такой вопрос. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Ну вот как, решаете вы какую-нибудь задачку по геометрии? Вот решили вы ее. Вот. Может правильно, может неправильно, учитель скажет. А если вы решили ее двумя разными способами, то скорее, и получили один и тот же ответ. То скорее всего это решение правильное. Оба этих решений правильно. Вы получили правильный ответ. Так и здесь. Два взгляда на вещи. И как коллега сказал, если у нас получились одни и те же кластеры, то резко возрастает наша уверенность в том, что это реально существующие вот скопления объектов. В этом плане воспользоваться двумя способами. Увидеть общие кластеры. Увидеть размытые кластеры. Результат становится намного надежнее. Ну и еще раз то же самое. То есть вот у нас один кластер, вот у нас второй и третий кластер. Ну и что получается? Вот эти точки могут быть отнесены как к левому, так и к правому. Вот этот кластер определился четко, этот кластер определился каждый метод. Каждым методом одинаково. А вот здесь возможны разные точки зрения. И вот эти спорные точки, которые могут принадлежать и одному, и другому кластеру, сравнение двух этих методов выявляют. Коллеги, понятно? Хорошо. Вопросы по методу К-средних. Все, тогда уже переходим к лабораторной работе. Напоминаю, что будет сменен набор данных сегодня вечером. Неделя на решение. Ну ладно, движемся дальше. Следующая тема. Проверка статистических гипотез. Я, признаться, хотел эту тему исключить. Мне показалось, что она не так актуальна в нынешней ситуации. Вот, когда мы от предположений о распределении каких-то величин приходим вот к такому механизму, когда у нас есть обучающая и тестовая выборка. И мы строим модели и проверяем ее на тестовом множестве. Ну вот, читали мы с Владимиром Владимировичем Кукушкиным курс. Ну вот, примерно такой же. И я ему сказал, Болодя, ну давай снимаем эту часть. Что-то она, как-то мне кажется, не очень актуальна. И тут мне человек из Яндекса говорит, как снимаем? То есть, вообще, как можно? Нет, это нужная часть. Бог его знает. То есть, они там в Яндексе считают, что это нужная, это полезная, без этого не обойтись. В общем, я оставил. Новая тема. Проверка статистических гипотез. Дальше у нас, видимо, до конца сегодняшнего занятия будет теория. Я постараюсь ее сократить. Более подробное изложение было в моем предыдущем курсе. в таком же, ну на R, видеозаписи для которого тоже лежат. Это в том случае, если я буду уж совсем тут краток, где-то, и вам захочется подобную же версию, но только более подробную, послушать. Ну ладно. Итак, проверка статистических гипотез. Что такое статистическая гипотеза? Утверждение о свойствах распределения вероятностей. Это аккуратное определение. Есть гипотеза, она нуждается в проверке. Проверка производится с основания наблюдения результатов эксперимента. Для дальнейшего нам нужно понимать, что такое функция распределения и что такое плотность распределения. Напоминать нужно? Прекрасно. Ну сначала, а зачем все это нужно? В каких ситуациях возникает необходимость проверки статистических гипотез? Пробежимся по четырем наиболее популярным задачам проверки статистических гипотез. Аккуратное определение. Значит, у нас есть функция распределения, у нас есть некоторая заданная функция распределения. Гипотеза состоит в том, что функция распределения нашей случайной величины совпадает с заданной. То есть, потом гипотеза согласия. Согласуется. Это зачем? Ну вот, я думаю, что в 90-95% мы проверяем гипотезу согласия в варианте гипотеза нормальности распределения. Вот есть такое нормальное распределение. Вот его функция распределения. Для того, чтобы убедить всех, что это действительно важная, ключевая вещь, то вот смотрим. До евро в Германии были марки. Вот купюра в 10 марок. Вот на ней как там император математики, да, Карл Фридрих Гаус. И обращаем внимание вот на эту часть картинки. Вот это что? А это плотность нормального распределения. То есть, это распределение достойно того, чтобы его просто на денежных купюрах писать. Ну, в чем важность нормального распределения? Во-первых, оно часто встречается. То, что оно часто встречается, это гарантирует нам центральная предельная теорема. Если у нас какое-то явление получается в результате совместного влияния очень больших слабых воздействий, то, то, что получается в результате этого совокупного воздействия, будет, скорее всего, иметь нормальное распределение. Итак, первое, часто встречается. Второе, если оно встретилось, то мы можем здорово сэкономить. Потому что, чтобы получать выводы в случае нормального распределения, нам нужно гораздо меньше данных. Много данных, получение большого объема данных требует от нас времени и денег. И если у нас было нормальное распределение, мы поленились это проверить, то нам придется собирать гораздо больше данных. Гораздо больше данных. Ну и вот это и потеряем. Время и деньги. Ну как бы, время и деньги. Вот я консультировал в одной компании, которая занималась дипленингом, занимается дипленингом. основной вопрос был, почему у нас не получается. То есть, вроде все нормально делаем, а вот у нас не получается. Моя версия была, она подтвердилась, слава богу, была такая, у вас маленькая обучающая выборка, у вас на класс приходится слишком мало наблюдений. Ну, начали набирать наблюдения. А что значит начали набирать наблюдения? Значит, им нужны размеченные картинки. Это значит, им нужно извлекать картинки, содержащие объекты, которые им нужны, и ассессор, специальные обученные люди или не обученные. Вот, для каждой картинки размечают, есть там объект, который система должна уметь распознавать, или нет. Это действительно медленно, и это действительно долго, и это действительно дорого. Вот, так что экономия вполне, вполне реально. Второй пример гипотеза экспоненциальности распределения. Вот у нас функция распределения в случае экспоненциального распределения. А почему нас волнует экспоненциальное распределение? Какой ситуации нас может волновать, имеет экспоненциальное распределение или не имеет? Экспоненциальное распределение это простейший базовый элемент когда мы занимаемся временем ожидания то есть если случайная величина время ожидания и если она имеет экспоненциальное распределение то это здорово упрощает всю работу то есть вместо какого-то анализа вместо того чтобы думать мы открываем справочник время ожидания это не обязательно сколько я стою на остановке и жду автобус время ожидания до помог до поломки до поломки определяет гарантийный срок на ту продукцию которую мы выпускаем время ожидания в очереди определяет сколько кассиров должно сейчас в этот момент сидеть в кассовом зале то есть сколько кассиров грубо но в конечном итоге сколько кассиров должно быть 4 часа ночи сколько должно быть в 7 вечера и сколько должно быть в 11 утра ну понятно что неправильно что каждый в любой из этих моментов времени должно сидеть одинаково а вот сколько вот ну и наконец время до аварии определяет расчет страховой премии вот она гипотеза согласия вот она где возникает и вот два основных случая проверки гипотеза согласия приходим гипотезе однородности одна случайная величина со своей функции распределения другая случайная величина со своей функции распределения гипотеза состоит в том что функции распределения одинаковы важно при этом не принципиально знать вид функции распределения какие-то но при этом одинаковы это еще нам зачем ну смотрите вот у нас продажи до рекламные акции продажи после рекламной акции если никакого воздействия от рекламной акции не было то распределение величины продаж будет одно и то же до и после смена изменения указывает на эффект от этой рекламной акции третья гипотеза гипотеза независимости влияет ли x на y с этого мы стартуем ну а с аккуратная формулировка случайные величины x и y независимы фактически в этот момент мы определяем влияет или не влияет ну правда жизнь не стоит на месте и в настоящий момент сам факт того что x влияет на y для нас редко бывает интересным для нас гораздо интереснее как изменение x а повлияет на изменение y как рассчитать по значению x а значение y регрессионный анализ распознавание образов вот примеры областей где факт где вот сама зависимость уже важно осталось не так много социология психология политология там иногда сам факт влияния маркетинг сам факт влияния важен для физиков для экономистов уже нет ну вот иногда зависимость бывает неочевидной вот факт проверили гипотезу выяснили длина длина волос и рост людей зависимые величины мы можем это объяснить а пусть в сантиметрах не ну пусть в сантиметрах во-во согласен вообще как как-то так природе устроено что самцы обычно крупнее самок там и у китов и у собачек и у людей значит для нас важно мальчики в среднем повыше девочек при этом мальчиков типично волосы покороче есть исключение у девочек типично волосы подлиннее есть исключение но тенденция есть то есть на самом деле эта зависимость определяется ну вот скрытой переменной пол есть ситуации когда никто не может объяснить факт зависимости ну например в швеции где-то с 40-х по 60-70-е годы была значимая корреляция была зависимость между числом аистов которые прилетали в швецию и рождаемость в швеции вот это никто пока объяснить не смог вот только пронаблюдали но еще пример наличие балкона влияет на цену квартиры или нет влияет можно лучше зависит от типа квартиры то есть в эконом классе влияет для элитного жилья никакой зависимости нет ну и наконец последняя эту эту гипотезу проверяют чаще всего но по крайней мере 10 лет назад точно было так что говорили в половине случаев когда проводится анализ данных проверяется гипотеза о параметрах распределения там еще в 15 процентах случае временной ряд от ли очищают от сезонный компонент от сезонных компонент это было второй по чистоте случай использования но сейчас может быть немножко изменилось ладно и так гипотеза о параметрах распределения очень часто собственно функция распределения собственно плотность распределения хотелось бы ее знать но она не принципиально иногда нас интересует только одно конкретное число например математическое ожидание чем математическое ожидание важно ну потому что математическое ожидание это математическая модель для среднего значения а вот для нас оперировать терминок средних значений очень и очень привычно понятно естественно тогда уж а вероятность это математическая модель чего это чистоты потом когда мы частота появления начинаем очищать вот от конкретики вот строя математическую модель вот тут уже получается сигма аддитивная мера и так далее а изначально эта модель для частоты математическое ожидание модель для среднего значения и вот гипотеза математические ожидания одинаковы это означает что в среднем там и тут одно и тоже среднем разницы нет давайте заметим элемент подлога даже не подлога это я горячусь вот подмены вот так наверное лучше сказать вот у нас есть один набор данных ну скажем продажи вот с квадратного метра в одной сети магазинов нашей компании вот у нас есть продажи с квадратного метра в другой сети компании ну с сетью понятно компьютерный мир и кей принадлежат одной и той же компании ориентированы на разные аудитории но вот куда вкладывать деньги куда какую сеть развивать а какую сеть только доить вот у нас есть для разных магазинов одной сети другой сети значения и вот мы хотим сравнить понятно что будут случаи когда x1 и кой x к больше чем y к понятно что будут ситуации когда наоборот а наша задача сравнить эти две совокупности и где в этот момент подмена вместо того чтобы рассматривать всю совокупность мы заменяем ее на типичное значение случае математических ожиданий на среднее значение и вместо того чтобы сравнивать две совокупности мы сравниваем среднее значение а теперь скажем это аккуратно проверим гипотезу о том что математические ожидания равны если они не равны если и x больше и игре кто здесь выше если наоборот то здесь выше вот отсюда важность этой гипотезы качестве типичного значения среднее арифметическое не очень хорошо вспомним города россии ну фактически любые данные имеющие гистограмму похожие на гистограмм для лог нормального распределения тогда в качестве типичного значения мы используем медиану и проверяем гипотезу о равенстве медиан и третий важный момент который с которым нам придется разбираться это когда лучше сравнивать среднее значение когда лучше сравнивать медианы чтобы вот получить тот ответ который нас интересует условия применения статистических тестов вопрос должен касаться какой-либо характеристики массового явления ну вот если вы работаете на адмиралтейские верфи если вы там строите танкеры то если вы сравниваете как описываете количество построенных танкеров то применять для этого тесты и всю эту теорию совершенно неправильно потому что там нет массовое явление нет массового производства танкеров иногда в год получается получить один заказ иногда безумно удачный год получается четыре заказа но ни о каком массовом явлении речь не идет пользователи интернета массовое явление продажи пива массовое явление а там больные гепатитом массовое явление а а правда продажи танкеров ни в коем случае хорошо пропуск пропускаю примеры ну и теперь давайте разбираться с формировкой первое под поправлю себя до сих пор я говорю есть гипотеза мы ее проверяем лучше иначе вместо того чтобы сказать мы проверяем гипотезу удобнее выбирать среди двух гипотез ну например вот основная гипотеза типично обозначается h0 математические ожидания равны и альтернативная гипотеза ой математические ожидания различны ну казалось бы господи стоило ли огорода огород городить ради того чтобы вот перейти от одной гипотезе к двум нет во первых такой переход добавляет нам гибкости где тут гибкость а ведь смотрите совсем не всегда нас будет интересовать альтернативная гипотеза именно в таком виде в некоторых ситуациях нас будет нас будет интересовать вот такая альтернативная гипотеза это означает что мы давайте я здесь три поставлю чтобы отличать это означает что вариант когда y в среднем больше чем x мы просто мы просто не рассматриваем ну типичная ситуация данные дори данные дорекламные акции данные после рекламные акции то есть вариант когда мы проплатили рекламную кампанию после чего продажи упали мы не рассматриваем нет такие случаи есть каждый такой случай хорошо известен и обсасывается маркетологами ну классический пример пепсикола пепсикола есть как бы свой представитель лицо компании когда-то пепсикола заключила контракт с майклом джексоном но очень быстро майкла джексона объявили в том что он неправильно дружил с одним мальчиком вот скандал суд крики контракт с майклом джексоном расторгнут и заключен контракт с бритни спирс принцесса поп музыки снова очень быстро начала в пьяном виде зонтиком бегать за фотографами и бить их этим зонтиком в общем тоже скандалилась снова контракт разу разорван ну после этого лицом пепсиколы стал бывший английский футболист бэком и с ним вроде все нормально но вот ситуации когда вот рекламные действия привели к падению престижа падение вот как потери лица вот они известны в нормальной ситуации вариант когда стало меньше мы не рассматриваем и вот что же получается от банального равно не равно мы можем перейти к более тонким вещам и в этом плюс варианта когда мы выбираем между двумя гипотезами ну еще раз определение вот она на экране не буду зачитывать терминология одна гипотеза основная другая альтернативная на будущее если я говорю просто гипотеза значит я имею ввиду основную гипотезу есть такая вещь которую мы очень хотим уметь считать и не умеем тем не менее некоторые от этого от этого желания иметь эту вещь считают что она есть нет неверно что если нам что-то хочется то она есть это не так и вот утверждение вроде того которое у меня тут написано на экране красным цветом с помощью теории проверки статистических гипотез мы делать не можем и если вы слышите что сами это говорите или слышите что вам кто-то говорит то и тут у нас то тут явно что-то не так а и нужно уточнять теперь две гипотезы основная альтернативная отношение к ним разные и вот мы скоро мы скоро выясним почему значит не точно говорить о сном основная гипотеза принято правильно говорить основная гипотеза не отвергнута это особенно важно для начинающих аналитиков потому что откуда то вот есть такие какие-то вещи как которым люди особенно нервно относятся ошибки которым особенно нервно звонит или звонит класть выложить вот сказал не так и прощай мир культурных людей вот так и здесь довольно много людей очень нервно относятся к ошибкам в этом месте итак основная гипотеза отвергнута или основная гипотеза не отвергнута а вот принято нельзя я своими ушами слышал как академик ибрагимов говорил принято академику ибрагимову можно про него никто не подумает что он не понимает этих тонкостей а начинающему аналитику легко попасть в неловкое положение и так почему это несколько причин первая из них заключается в том что обычно проверяют лишь достаточные условия объясняю с помощью аналогии вот мы проверяем гипотезу о том что число делится на 6 нацело у нас есть инструмент который умеет проверять делится число на 2 или не или не делится вот нам дали число мы проверили это если наш механизм говорит не делится на 2 то значит и на 6 не делится да то есть отвергли значит отвергли а если он говорит что на 2 делится то отсюда еще еще вовсе не следует делимость на 6 и поэтому тот кто скажет раз проверил гипотезой число делится на 6 он будет неправ то есть он может основную гипотезу только не отвергнуть но не может принять коллеги понятно а почему так почему у нас вот только на два а на 6 ним а это тяжело мы это еще пока не умеем и есть подозрение что так и не научимся там действительно тяжело второе вторая причина заключается в том что очень часто гипотеза очень сложная ну например вот компания бренд производит некое лекарство компания другая компания делает клон этого лекарства generic ну и начинает продавать намного дешевле и в чем проблема но проблема в том что чем как бы да естественно та компания которая производит generic говорит что у нас то же самое ну как почти как правило это означает что действительно по основной характеристике то же самое но компания бренд провела огромное количество исследований на отсутствие побочных эффектов от лекарства то есть лечишь одно губишь другое вот она проверила что этого нет и все равно бывают казусы очень неприятные а у дженерика у дженерика может быть иначе кстати почему компании про которые производят generic не считаются пиратами но там очень сложные вещи если копируешь музыку то ты пират если копируешь книжку ты пират если копируешь лекарства то ты не пират компания производителя очень хотелось бы конкурентов на вот производители бренда хотелось бы называть конкурентов пиратами но там получается такая штука что вот бренд стоит 500 долларов и это лекарство от спида то есть недельный курс стоит 500 долларов и а конкурент какие-нибудь индийцы производят свой дженерик и он стоит 20 долларов ну и в этой ситуации не получается у брендов говорить ой господи это пираты их нужно запретить а те у кого нет 500 долларов в неделю чтобы оплатить цикл лечения ну ну пусть дохну да вот и поэтому с дженериками ситуация не с такая же не такая же как с фильмами музыка и книгами ну и наконец повторение того что я сказал теперь ошибки первого и второго рода формулировки формулировки на экране начинающим очень сложно с этим всем это все запомнить поэтому я буду объяснять с помощью аналогии итак какая у нас ситуация вот приемный покой а у меня там по моему есть уже прикупленный покой больницы привозят пациента вот скорая помощь приводит пациента и малень не особенно большой секрет что врач приемного покоя от него никто не ждет что он будет лечить главное что ему нужно определить критически больной или не критически нужна ему срочная операция не нужна нужно ли вызывать там хирургов специалистов вот прямо сейчас прямо посреди ночи или его можно положить в койку дать более утоляющие дать успокаивающие и он подождет когда утром все специалисты придут консилиум устроиться и определяться с тем как его лечить и так ключевую гипотеза нужна срочная операция эта гипотеза то есть нужна или не нужна это столбцы это знает господь бог знает смотрит сверху но никому ничего не скажет по горизонтали то мнение которое формирует у себя врач приемного покоя он говорит что гипотеза принята или он говорит что гипотеза отвергнута по на главной диагонали в табличке ситуации когда врач правильно разобрался по на побочной диагонали ошибки как запомнить где тут ошибка первого рода где тут ошибка второго рода ну предлагают такое ошибка первого рода тяжелее по своим последствиям если пациенту нужна операция гипотеза была отвергнута то есть он его сразу же не положили на операционный стол то все может захочется и смертельным случаем а вторая но это означает что хирургов зря побеспокоили пациента зря разрезали но но это не но это не смерть это не критическая ситуация хорошо ну и что мы хотим от нашей процедуры над нашей процедуры хотим чтобы ошибка первого рода и ошибка второго рода были поменьше ну давайте подумаем можно ли чистоту ошибок первого рода свести к нулю можно согласен а как резать всех да то есть вы пришли за справкой для бассейна вас прооперировали и вы получили справку можно ли свести ошибку второго рода чистоту ошибок второго рода к нулю тоже можно как никого не оперировать как вот начале девяностых нас и лечили то есть вот домой чаек с малинкой по парте ноги а лекарства равно нет тем не менее есть некоторые ситуации когда вот всем делаем операцию вот эта самая вакцинация я ведь тоже может считать маленькой но операции порезали и занесли какую-то дрянь в ранку и вот вакцину и вот получается что это тотальная сплошная операция всех подряд то есть был бывает бывает и такое так обрадите где я так вот что же получается тем не менее в типичной ситуации ошибок первого рода не избежать ошибок второго рода не избежать это означает что всегда будет у бабушек на скамеечке у подъезда тема для разговоров что вот случае ошибки второго рода они будут говорить что вот петровну из любопытства просто разрезали вот им просто хотелось посмотреть чем петровны внутри и поэтому вот разрезали сказали ой ничего все у вас нормально и зашили ну и в случае ошибки первого рода что вот ленивые врачи и так далее. Итак, у врачей всегда будет ошибки первого, ошибки второго рода. Почему это обсуждаем? Потому что в статистике точно так же. То есть мы проверяем гипотезу, и мы готовы к тому, что у нас будут и ошибки первого рода, и ошибки второго рода. Как врачи выходят из этого положения? А у них существует что-то вроде норматива. То есть вот, нет, никто этого в прессе на телевидении не объявит, но фактически есть норматив. Отделение, какое-нибудь тяжелое, какая-нибудь нейрология, и там каждый день умирают люди. Три человека, четыре человека, пять человек, потом шестнадцать. А шестнадцать это вылезает за рамки, шестнадцать это катастрофа, шестнадцать это комиссия, это разборки, что же там такое случилось, что за одну ночь вот такое произошло. В статистике ровно то же самое. То есть мы согласны с тем, что ошибки первой и ошибки второго рода неизбежны, и мы вводим норматив. То есть мы говорим, пусть у нас будет тест, пусть он будет проверять гипотезу, пусть он будет ошибаться, но ошибок первого рода будет не больше какого-то числа. И вот специальная характеристика, уровень значимости. Почти всегда он обозначается альфа. Это некое значение, которое мы не можем превозимочь при использовании критерия. Вот три значения, которые почти всегда принимает вот этот уровень значимости. Это граница сверху для чистоты ошибок первого рода. Уровень значимости. Вот я написал эти три числа. Да вот они у меня тут еще тоже присутствуют. Они настолько известны, что про них уже свои специальные шутки ходят. Ну, например, почему именно эти три значения? Все этими тремя значениями довольны. Прикладники довольны, потому что уверены, что нужно брать одно из этих трех чисел, это доказали математики. Математики уверены, потому что знают, что то, что нужно использовать одно из этих трех чисел, это доказали прикладники. В результате все пользуются этими тремя числами и очень довольны. На самом деле все случилось так, что сэр Фишер, когда это все придумывал, закладывал основы теории проверки, гипотез. У него арифмометр, наверное, был, но уже еще никаких калькуляторов в его, там, в районе 1912 года не было. И поэтому всевозможные таблички он составлял практически вручную. Вот он подумал, подумал, эти три числа вроде разумны. Эти три числа и таблички для них были в первой книжке по теории проверки статистических гипотез. Она, кстати, переиздается до сих пор. Сто лет прошло, она все еще переиздается. Ну и, в общем-то, мы не нашли оснований для того, чтобы изменить эти три числа. Ну, вернее, изменения есть, но они совершенно... Ну, они такие по делу, понятные. Ну, например, в эконометрике почти всегда берется 0,05. В генетике только что, ну, только что, года три назад, произошло изменение. Альфа 0,05 изменилось на 0,01. Я это на собственной шкуре почувствовал. То есть я сидел, никого не трогал, и вдруг начали раздаваться звонки, звонки. Нам бы нужно критерий студента, нам бы нужно критерий мануитни. И все с генетикой. Я, наконец, у третьего, четвертого человека спрашиваю, а что вообще случилось так? То есть с чего вдруг в генетике все начали валом валить? А, не знаю, как называется эта ассоциация генетиков, американская или мировая, она сказала, ребята, у вас уже очень много генетического материала. Он просто в интернете выложен. Вот эти расшифровки ДНК, РНК и всего прочего. У вас уже так много данных, что вы делать одну ошибку из 20 не можете. У вас должна быть одна ошибка на 100 случаев. Это была рекомендация, а редакторы журналов восприняли ее буквально, строго и заявили. Начиная вот с этого дня, статьи, у которых альфа-005, больше приниматься не будут. Будут приниматься только с 001. И все аспиранты, все, у кого были готовые уже статьи, они срочно побежали искать специалистов, чтобы пересчитать старые значения на новые. А в вашем случае, в вашем случае, моя рекомендация такая, посмотреть, погуглить, посмотреть книжки. Там, где вы работаете, в той области, какое число является стандартом, и, соответственно, его воспринять. Ну, давайте вот последний пункт в этой презентации. Значит, что такое альфа-005? Альфа-005 означает, что мы будем ошибаться, много раз применяя тест, в одном случае из 20. В одном случае из 100, в пяти случаях из 1000. То есть, вот как часто мы будем ошибаться. Ну, давайте рассмотрим ситуации, когда уровень значимости альфа отличается от этих трех. Ну, например, если мы проектируем атомную электростанцию, систему безопасности для атомной электростанции. Если мы при этом возьмем альфа-005, то это означает, что мы согласны с тем, что на 20 аварийных ситуаций у нас будет в среднем один ядерный взрывчик. Что, конечно, неприемлемо. И это означает, что там будет альфа-00, 0000 и так далее. Другая ситуация. Вот есть такая штука, трелевочный трактор. Трелевочный трактор – это трактор, который едет вглубь леса, спиленное бревно цепляет и вывозит к дороге. А там уже его на лесовоз и дальше в Финляндию. И вот ко мне пришел инженер, который занимался разработкой. Вот ему нужна была помощь по анализу. И он мне как-то сразу сказал. Говорит, ну, Вадим Леонидович, у нас альфа не 005. У нас альфа-02. А я был тогда молодой и думал, что все знаю. Вернее, альфа всегда 005. Вы что, ребята? Он говорит, нет, ситуация с тракторами такая. То есть он работает в обстановке, которая… То есть у него к нему требования жестче, чем к танку. То есть он должен по болотам, по буеракам заехать в этот центр леса и оттуда вытащить дерево. И есть два пути. Первый путь – делать его абсолютно надежным. Из каких-нибудь титановых сплавов, чтобы он стоил дороже спутника. И другой вариант – а пусть ломается. Давайте мы его сделаем так, что он будет часто ломаться, но его будет легко чинить. То есть мы какую-нибудь шестеренку или еще что-то, ту часть механизма, которая сломалась, мы ее в этот центр леса притащим, это легче, на месте починим. Вот. И это означает, что эта шестеренка, эта часть, она будет легкой и часто ломаться. И альфа – 0,2. То есть вообще говоря, об этом всем нужно серьезно думать. Итак, что произошло? Мы с ошибкой первого рода справились. Мы ее ограничили сверху уровнем значимости наперед заданным числом. Что мы можем сделать с ошибкой второго рода? Немного. Вот там особенно все сложно с ошибками второго рода. И выход на сегодняшний день такой. Для проверки гипотез мы будем использовать такие методы, такие тесты, у которых с увеличением числа наблюдений ошибка второго рода убывает, стремится к нулю. И вот именно в этот момент появляется очень важная для проверки гипотез понятие размер выборки. Размер выборки. То есть 3 наблюдения, 4 наблюдения, 15 наблюдений, 25 наблюдений – все это чревато очень большой ошибкой второго рода, которая может превысить даже 0,5 при особо неудачных использовании. Итак, ошибка второго рода – это означает, что мы используем так называемые состоятельные критерии, и нам нужна большая выборка. А где начинается большая выборка? Ну, если мы знаем, что распределение нормальное, то 30 наблюдений, начиная с 30 наблюдений, уже хорошо. В случае других распределений все гораздо сложнее. Цель, к которой стоит идти, то есть у вас все будет более-менее нормально, если вы научились следующему, научились увеличивать уровень значимости. Тут ведь как? Хвост вытащил, клюв увяз. Клюв вытащил, хвост увяз. Так и здесь. Уменьшение уровня значимости – это увеличение вероятности ошибки второго рода. И наоборот. И вот, когда вы чувствуете, понимаете, разобрались, как увеличивать уровень значимости с тем, чтобы уменьшить вероятность ошибки второго рода, то вот это уже неплохой уровень. Вариант просто игнорировать вероятность ошибки второго рода – это, наверное, худшее. Мы занимаемся проверкой статистических гипотез. Предварительное введение я сделал. И теперь собственный логаритм проверки статистических гипотез. Значит, в чем состоит идея? При том, что у нас есть гипотеза, которая что-то там утверждает, например, x и y независимы. Есть альтернативная гипотеза о том, что x и y зависимы. И в чем состоит идея проверки статистических гипотез? А мы придумываем некоторый индикатор, некоторый измеритель, некоторую функцию от наших наблюдений. Но в данном случае мы наблюдаем и x и y. И вот мы придумываем некоторую функцию. Причем стараемся это сделать так, чтобы эта функция измеряла, насколько вот эти наши данные согласуются с гипотезой. Это правило совсем не строгое, оно не всегда выполняется. Но, в общем, базовая идея такая, что t, что t, чем больше, тем в большей степени мы склоняемся к тому, что верна альтернативная гипотеза. Чем меньше, тем в большей степени мы склоняемся к тому, что верна основная гипотеза. Ну и дальше нам нужно понять, где там порог, где там та граница, начиная с которой мы говорим, что вот этот измеритель, вот этот индикатор, на самом деле это называется статистика критерия. Вот эта статистика критерия уже достаточно велика, чтобы отвергнуть основную гипотезу. Это означает, что у нас появляется какое-то критическое значение c. Я уже забегаю вперед, припишу ему индекс альфа. И вот, если больше, то значит, в одну сторону альтернативные гипотезы, если меньше, то в сторону основной гипотезы склоняемся. Ну и что получается? Если у нас есть статистика критерия, то вся задача свелась к тому, что нам нужно найти вот этот ци альфа, который у нас будет называться критическим значением. И из какого условия мы ее находим. А вспоминаем. Ошибки первого рода, ошибки второго рода. Значит, что мы там предполагаем? Мы предполагаем, что если верна основная гипотеза, вот этот индекс, именно это обозначает, то у нас вот, что это получается? Если больше, то отвергаем. То есть, это вероятность отвергнуть основную вероятность больше, отвергнуть основную гипотезу, при том, что она верна. Ну и что нам? Как мы договорились? Ошибка первого рода, вероятность ошибки первого рода не будет превышать некоторый уровень значимости альфа. И об это альфа, вот в честь этого здесь этот индекс состоит. И это альфа традиционно 0,05, 0,01. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. Если генетикой, 0,01. Если эконометрикой, то 0,05. И так далее. Значит, вот у нас некоторое пока еще неравенство. давайте перейдем от этого неравенства к равенству. И после того, как у нас появится равенство, у нас получится уравнение, в котором альфа наперед известно. И нам из этого уравнения останется только найти критическое значение. То есть, вот такие вот рассуждения. Ну, а почему здесь знак равенства? Ну, тут отдельно не такая сложная, но математика. Я вместо этого проиллюстрирую эту идею только с помощью аналогии. Какая будет аналогия? Ну, вот, если нам разрешен какой-то процент брака, или кому-то разрешен какой-то процент брака, то такой процент брака и будет. Ну, предположим, вы решили подзаработать набор текстов. Вам дают рукопись, вы набираете текст, вы договариваетесь, что вам платят какую-то денежку, вы обещаете, что процент опечаток на странице не будет превышать какого-то числа, скажем, пять опечаток на странице. Ну, и как устроена жизнь? А вот жизнь устроена так, что если после того, как вы задали первую порцию материала, вам говорят, что что-то много ошибок, а вам эти деньги нужны, то что вы говорите? Вы говорите, все дальше будет нормально, я исправлюсь, и он будет в среднем пять процентов ошибок. А если вам наоборот говорят, ой, как вы хорошо набираете, вы договаривались на пять ошибок, а у вас три ошибки. Ну, что это означает? Это означает, что вы начинаете работать небрежнее, это означает, что вы начинаете набирать быстрее, ну, и снова выходите на тот уровень, о котором договорились, на пять ошибок на страницу, опечаток на страницу. Ну, и вот здесь рассуждения другие, но вот некоторая аналогия есть, вместо меньше или равно, здесь будет равно, это будет равенство, это будет уравнение, и из этого уравнения по альфа найдем ци альфа. Коллеги, понятно? Вот, ну, и еще мы договоримся, что мы будем рассматривать только хорошие измерители, хорошие индикаторы, хорошие индикаторы, это состоятельные статистические тесты, а это означает, что для этих тестов вероятность ошибки второго рода, мы про нее редко, у нас будет пример, когда мы сможем что-то сказать, но мы типично, мы редко что-то можем сказать, ну что, мы не отвергаем основную гипотезу, хотя верна альтернативная, и это вероятность ошибки второго рода, и в типичной ситуации все, на что мы можем надеяться, это на то, что с ростом числа наблюдений это вероятность ошибки второго рода стремится к нулю. Ну вот так оно устроено. Итак, терминология. Уровень значимости, критическое значение, статистика, критерия, вероятность ошибки первого рода, вероятность ошибки второго рода. Хорошо? Движемся дальше. Значит, алгоритм заключается в том, что, во-первых, есть наблюдения, во-вторых, мы заранее задаемся уровнем значимости, что не всегда просто, но мы заранее задаемся уровнем значимости, задан статистический критерий, вот этот наш способ измерить соответствие данных и основной гипотезы, найдено p-значение, про p-значение я еще ничего не рассказывал. Дело в том, что та схема, которую я только что рассказал, это классика, это всегда рассказывается студентам в курсе математической статистики, всегда оно так, как если у вас какие-то были упражнения, там, в том вузе, где вы учитесь, то вы из табличек по альфа и по числу наблюдений находили вот это критическое значение c-альфа, например, для критерия студента. Практика показала, что можно сделать лучше, можно сделать удобнее, и вот появляется на сцену p-значение. Значит, что такое p-значение? Ну, во-первых, скажем так, вот у нас есть какие-то данные, есть, вот мы, у нас есть некоторая функция, есть, вот она. Сосчитаем значение этой функции, назовем это t-экспериментальное. То есть, то значение статистики критерия, которое было вычислено по нашим данным, это число. Это число. Теперь сделаем так. Давайте мы посмотрим, как часто в ситуации, когда основная гипотеза верна, вот это наше, я сейчас напишу, тут будет дефект, у меня уже давно ползет, никто только меня не пытался, не пытается остановить. Ну, вот, как часто, при том, что гипотеза верна, у нас наблюдают, вот, значение статистики критерия превысит вот это самое t-экспериментальное. и вот то, что получится, вот эта вероятность и есть по определению p-значения, p-value. Коллеги, понятно? Где у меня тут неаккуратность? Где у меня тут небрежность? А небрежность вот в чем. Если у меня x1, xn, y1, yn, результаты экспериментов, то есть числа, то в этой ситуации функция от этих чисел это тоже число, вот это число. И тогда, о чем мы тут можем говорить про вероятность? С какой вероятностью одно число больше другого числа? Ну, это вероятность либо 0, либо 1, либо больше одно число другого, либо нет. В чем дело? Дело в том, что мы рассматриваем, как часто может такое случиться. не для конкретных чисел, а для одного эксперимента, второго эксперимента, тысячного эксперимента и так далее до бесконечности. И это означает, что когда мы ищем вероятность, то эти x1, xn у нас не конкретные числа, а случайные величины. А случайные величины. То есть мы смотрим, как часто так бывает. Не для конкретного набора чисел, а вот именно для случайных величин. И чтобы не путать обозначения, как только что вот у меня было, делают так. Когда у нас результаты эксперимента, мы пишем срочные x и y, а когда мы рассматриваем поведение вот этих результатов эксперимента, когда мы говорим о поведении этих результатов эксперимента, то заменяем конкретные наблюдения на случайные величины. Ну и традиционно надо выходить из положения, когда мы переходим от конкретных чисел к случайным величинам, реализациями, наблюдениями, которых являются эти конкретные числа, то вот мы пишем x большое, y большое, ну и с соответственными индексами. И это означает, что у меня аккуратнее и правильнее должно быть написано здесь вместо x маленькие x и xn здесь снова, здесь снова, здесь снова, здесь тоже исправляем, да? Нет, вот здесь не исправляем, здесь конкретные числа, здесь вот результат вычислений над нашими наблюдениями, тут без изменений. Ну и наконец, в определении p значения у нас снова здесь случайные величины а здесь число, результат вычисления этой же функции для конкретных наблюдений. Вот, если вам это, мои последние рассуждения показались какими-то мутноватыми, то настойчиво рекомендую вам на эту тему как-то поразмышлять, подумать, понимать различие между случайной величиной и результатом эксперимента, наблюдением этой случайной величины, очень важно. Ну вот, возвращаясь к истокам, вот у нас кубик, вероятность выпадения единицы 1 шестая, что это означает? Ну это означает, что если мы начнем бросать, значит кубик это х большой, да? Это случайная величина. Если мы начинаем его бросать, первое подбрасывание выпадает число, пятерка, второе подбрасывание выпадает число, скажем тройка, и так далее. Это результаты экспериментов х маленький. Вот. Ну а 1 шестая тут причем, а среди этих иксов, когда он станет бесконечностью в пределе, среди этих иксов доля единиц будет 1 шестая. ну вот. Значит, вот у нас определение P-значения. Смысл этого определения, а смысл этого определения такой, насколько часто наш измеритель, наш индикатор, наша статистика критерия, при том, что гипотеза верна, будет превышать, будет превышать то значение статистики, которое наблюдалось в нашем конкретном эксперименте. Ну, снова аналогия. Вот я как-то еще будучи студентом, ухо болело, за пентальгином отправили в аптеку, и вот я стою, и там турнир бабушек. И вот бабушки хвастаются своими страданиями, как тяжело они болеют. То есть, вот одна рассказывает, как она страдает, другая кроет это еще более нечеловеческими страданиями и так далее. И что же получается? Вот как часто страдания могут быть более сильными, чем страдания одной конкретной бабушки, хвастающейся перед подругами в очереди в аптеку, да? Вот как часто отклонения будет еще больше? Коллеги, понятно? Значит, вот это смысл П-значения. И а в чем а в чем прибыток-то? А прибыток в том, что, как мы скоро убедимся, вместо того, то есть, для проверки гипотезы, основной гипотезы, нам достаточно воспользоваться табличкой из пункта 6. Если П-значение меньше, чем уровень значимости альфа, то гипотезу отвергаем. Если больше, то не отвергаем. и чем это лучше того, что было? Чем эта схема лучше предыдущей? Ну, я вам на прошлом занятии рассказывал о том, что вот в какой-то момент у генетиков альфа сменилась с 0.05 до 0.01. И они побежали пересчитывать. Почему? Потому что они задались каким-то значением альфа. Они нашли это значение c альфа и там отвергли или не отвергли ту гипотезу, которую в своей работе проверяли. А когда альфа изменилась с 0.05 на 0.01, им нужно проводить всю работу заново. Снова искать c альфа, снова сравнивать. Не то, чтобы это сложно, но это нужно уметь делать. А если у них изначально все проводилось бы так, что вместо нахождения c альфа, найти p-значение, то переход от одного уровня значимости 0.05 к другому уровню значимости 0.01. Но это просто сравнить два числа. То есть оказалось гораздо удобнее, когда вот ответ, как бы степень, с которой мы уверены в гипотезе в гипотезе основной или альтернативной выражен через p. То есть получается, что этот подход удобен и в настоящий момент практически все статистические пакеты, статистические инструменты выдают нам это p-значение. а если вы наткнулись на какой-то где этого нет, то это сразу смотрите, он наверное где-нибудь там 63-го года написание этот пакет. Хорошо. Значит, пока без так, я пропустил предыдущий слайд. Ну что, нужно проверить условия, при которых критерий будет работать и это не всегда просто и вообще для какой задачи, какой критерий нужен. Это тоже совсем непросто. Сейчас намного легче, потому что есть интернет, есть у кого спросить, есть где почитать чужие обсуждения. Ну и кроме того, несколько важных критериев мы рассмотрим. Комментарии. Наблюдения. Наблюдения не всегда будут у нас числами. Иногда это могут быть какие-то текстовые значения. Про условия применимости еще поговорим. Сейчас. А давайте сейчас перейдем к примеру. Итак, вот он, давайте рассмотрим пример очень простой и из которого мы постараемся вынести вот или как бы закрепить ту логика проверку статистических гипотез, которая у нас до сих пор была. Итак, основная гипотеза, значит, откуда-то мы знаем, что у нас случайная величина имеет нормальное распределение с дисперсией единица. у нас n наблюдений и вот у нас основная гипотеза, математическое ожидание равно 11, альтернативная гипотеза, математическое ожидание равно 12. Ну и у нас, соответственно, есть вот эти самые x1 и так далее, xn, а y-ков у нас нет, у нас одна всего случайная величина. Вот у нас n наблюдений случайной величины. Давайте придумаем какую-нибудь функцию, которая будет измерять, насколько данные согласовываются с основной гипотезой. Вы эту функцию все знаете, нужно просто понять, что тут годится именно она. Средне арифметическое. Ну что, математическое ожидание есть математическая модель для среднего арифметического. Ну и что, вот если мы сосчитаем по этим данным средне арифметическое, обозначим его, как обычно, xn с чертой, то что у нас? Если средне арифметическое ближе к 11, то, наверное, это говорит о том, что у нас основная гипотеза справедлива. Если ближе к 12, то альтернативная. Ну, например, если у нас средне арифметическое равно минус 15. Что тогда? К 11. Ну, в первую очередь, конечно, нужно подумать о том, что у нас, наверное, основная альтернативная, не очень мы над ними думали, да? Если средне арифметическое 15, но если выбирать из этой парочки минус 15, если средне арифметическое минус 15, но если выбирать из этих двух утверждений, то, наверное, в большей степени мы будем склоняться в сторону 11, потому что оно поменьше. Ну, то же самое, если средне арифметическое 105, то, наверное, альтернативная гипотеза, именно ей мы отдадим предпочтение. Что неверно? Что неверно? Неверно, что критическое значение 11,5. Чертовски хочется думать, что вот если средне арифметическое меньше, чем 11,5, то склоняемся в сторону основную, если больше, то в сторону альтернативной. Нет, это вот в распознавании образов. Это так. А здесь в проверке гипотез все совсем иначе. Давайте проверим, давайте убедимся, что это вот именно так. Хорошо. Значит, средне арифметическое, но смотрите, у нас оно и 100, и 11, и 12, а я тут рассказывал о том, что если статистика критерия мала, такая традиция, то значит все это говорит в пользу основной гипотезы. Но сделать ее маленькой несложно, достаточно вычесть это самое 11, и тогда маленькие значения в сторону основной, значения близкие единицы, уже большие значения, в сторону альтернативной. Хорошо. Ну, мы не будем вычитать, у нас будет просто среднеарифметическое. Теперь давайте среднеарифметическое. Что можно о нем сказать? Вот вспомним такую теорему или лемму. Значит, если у нас имеется n нормально распределенных, то, во-первых, сумма у них тоже имеет нормальное распределение, а среднее арифметическое тоже имеет нормальное распределение. Единственная хитрость, на которую ловятся студенты на экзамене, что дисперсия у среднего арифметического будет не такая же, как у каждой из этих случайных величин, а в n раз меньше. Ну, ладно. Значит, что получается? У нашего среднего арифметического нормальное распределение, нормальное распределение, и нарисуем график плотности этого самого нормального распределения в двух случаях. Одна плотность, когда верна основная гипотеза, другая случай, когда верна альтернативная гипотеза. Ну, что, плотность нормального распределения вот такая, При альтернативной гипотезе плотность нормального распределения будет вот такая же. Я пытался нарисовать такую же. Если не получилось, извиняюсь. Вот такая. Коллеги, понятно. Хорошо. Ну, давайте, что нужно сделать для того... Вот если у нас, значит, это аж с ноликом основная гипотеза, это аж один альтернативная гипотеза. Так, давайте вспомним смысл этой самой плотности распределения. Плотность распределения помогает нам сосчитать любую вероятность. Ну, например, если верна основная гипотеза, то как мне сосчитать вероятность того, что среднее арифметическое будет меньше 11? Это во-первых. И чему она равна? Во-вторых. Вероятность это интеграл от плотности. Верна основная, значит, смотрим на черную плотность. Значит, нам нужно найти интеграл от плотности от 11 и влево по такому интервалу, по такому лучу. В данном случае, ну что тут? Интеграл это площадь. Площадь под графика. Ну и получается, что нам нужно найти площадь вот такой фигуры. А чему она будет равна? Кто умеет интегралы быстро считать? Одной второй просто из симметрии ничего не надо считать. В данном конкретном случае. Но если, например, мы бы начали считать вероятность того, что среднее арифметическое от 10 до 11, то тогда без интеграла не обойтись. Хорошо. Ладно, это мы что, повспоминали, что такое плотность? Ну что, давайте зададимся каким-то уровнем значимости. Пусть в нашей задаче для определенности альфа будет 0,05. И подумаем, а где здесь на этой картинке вероятность ошибки первого рода? Как вот на этом графике изобразить вероятность ошибки первого рода? Вот она у меня, да? Вот она. И про нее мы знаем, что она должна равняться 0,05. Значит, где у нас тут Т в нашей задаче? Т это среднее арифметическое и есть. Хорошо. На черный или на красный график смотрим? Ну, при основной гипотезе, значит, смотрим на черный. Значит, нам нужно найти какое-то С альфа, чтобы вероятность оказаться правее этого С альфа. Правее. Это значит от С альфа до бесконечности. Правее этого С альфа равнялось уровню значимости у нас 0,05. Это означает, что мы красный график игнорируем. От плюс бесконечности идем влево. И как долго идем? Пока площадь не окажется равной уровню значимости 0,05. То есть получается, что мы находим точку, правее которой площадь под графика равняется 0,05. Коллеги, понятно? Давайте поймем, что эта точка может оказаться и вот здесь. Ведь другой задачей у нас будет альфа не 0,05, а скажем 0,01. И эта точка будет правее. То есть она может оказаться и вот здесь. То есть вот это самое критическое значение. Давайте у меня она как-то уж слишком близко к пересечению этих двух. Вот, скажем, где-то здесь. То есть она может... Итак, и это С альфа. И это С альфа. Она может оказаться и правее 12. Еще раз повторю. Неверно, что критическое значение будет лежать под точкой пересечения двух этих плотностей. А какая точка удовлетворяет условию? Какая ситуация будет удовлетворять условию, что критическое значение С альфа лежит под точкой пересечения? То есть какую задачу надо решать, чтобы ответом была вот эта точка? Ну что можно сказать? Одинаковые? Одинаковые. И тогда что получается? Вот площадь под графика слева, красненького. Площадь под графика черненького вправо. Они одинаковые. То есть это ситуация, когда вероятность ошибки первого рода равняется вероятности ошибки второго рода. Коллеги, понятно, да? То есть это другая задача и вовсе даже не наша. Понятно. И в результате на практике у нас может, например, при очень маленьком альфа, 0,01 или меньше, у нас критическое значение может быть правее 12. То есть вот 12,5, а мы отдаем предпочтение основной гипотезе. Это мы нашли вероятность, критическое значение. Ну и вероятность ошибки первого рода тоже нашли. Ну это вот площадь этого под графика. Ладно. Теперь давайте искать на этом графике P-значение. Но для P-значения нам нужно знать T-экспериментальное. Но давайте рассуждать так. На примере. Пусть у нас T-экспериментальное будет вот здесь. Ой, только я не то T пишу. T-экспериментальное будет здесь. Старая схема. В этом случае что говорит? Отдаем предпочтение основной или альтернативной гипотезы? Та схема, с которой я начал обсуждение. Ну смотрите, если больше, то отвергаем, если меньше, то принимаем. Извиняюсь. Нет, то не отвергаем. Помните, я про достаточные условия рассуждал? Ну и получается, что не отвергаем, отдаем предпочтение основной гипотезе. Хорошо. А теперь, где здесь P-значение? Вспоминаем. Это вероятность того, что T больше, чем T экспериментальное. Это было у нас определение. Я его написал просто покороче. Площадь влево или вправо? Вправо. Вправо. Вот когда у нас вот эта вот площадь и будет равняться P-значению. Кусочек рассуждения оставлю вам. Этот кусочек состоит в следующем. Если T меньше, чем C-альфа, то P-значение больше, чем уровень значимости альфа. Если T экспериментальное оказалось правее критического значения C-альфа, то P-значение меньше, чем альфа. Тяжеловато? Разберем? Да. Давайте. Хорошо. Значит, смотрите. Вот пока. Вот мы взяли конкретное T экспериментальное, конкретное C-альфа. Выяснили, что в этом случае по старой схеме, по старой схеме мы должны были отвергнуть. Раз. То есть мы выяснили, что нужно было отвергнуть основную гипотезу. И второе, что мы выяснили, что в этом случае P-значение больше, чем альфа. Коллеги, согласны? Каждый раз, когда T экспериментальное меньше, чем C-альфа, мы... Так, обожди, 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 обожди. Я наврал. Я наврал. Поехали снова. Если... Вот так. Если T больше C-альфа, то мы отвергаем. Если... То есть отдаем предпочтение альтернативной. Если T меньше, то не отвергаем. Отдаем предпочтение основной. Во. У нас меньше. У нас меньше. Значит, не отвергаем. Итак. Вот у меня три утверждения. T экспериментальное. Меньше C-альфа. Раз. Не отвергаем. Мне рекомендовали здесь не писать. Не отвергаем. И при этом P-значение больше, чем альфа. Коллеги, согласны, да? Задайте вопрос, иначе я не знаю, что пояснять. Если T экспериментальное левее, чем критическое значение, то тогда P-значение, вот это, будет... Это площадь. Тогда P-значение больше, чем альфа, которая тоже площадь. Согласны, да? Значит, вот у нас три утверждения. Теперь давайте в обратную сторону. Если P больше, чем альфа, то тогда T экспериментальное левее. И тогда не отвергаем. Хорошо. Второй. То же самое, только в другой ситуации. Итак, пусть у меня T экспериментальное правее, чем... правее, чем C альфа. То есть T экспериментальное находится где-то вот здесь. По старой схеме. Вот как раз отвергаем. Отвергаем. Теперь сравниваем P-значение с альфа. То есть сравниваем две площади. Если правее, то тогда получается нам нужна площадь от этой точки... площадь под графикой. От этой точки вправо. Альфа. Уровень значимости. Это тоже площадь от C альфа, которая левее. Вправо. Ну и что получается? П-значение... Вот эта площадь отсюда вправо и площадь отсюда вправо сравниваем их. Вот эта площадь, которая равняется альфа больше. Коллеги, понятно? Можно и в обратную сторону. Но если альфа оказалась больше, чем P, то отсюда следует, что T экспериментальная правее C альфа. В общем, можем сравнивать статистики критерия с критическими значениями, а можем сравнивать P-значения с альфами. Это эквивалентно. При этом вот эта схема позволяет легко менять альфа. Если нас заставили сменить альфа, то мы просто сравним еще раз и получим, и посмотрим, что изменилось. коллеги, понятно? Хорошо. Вот мы посмотрели в этой простейшей ситуации, где у нас что? А чего еще у нас не было? А еще у нас не было вероятности ошибки второго рода. Слушаю вас. Да, давайте. Я немножко подотру, чтобы мне не мешало то, что я тут нарисовал. Вот у меня была... Вот у меня была одна. Вот у меня была другая. Вот у меня где-то здесь. где-то здесь. Что мне лишнее? Вот эти стрелочки, да? Вот у меня где-то здесь с альфа, вот в этой точке. И вопрос, где здесь вероятность ошибки второго рода. Вспоминаем, где у нас вероятность ошибки второго рода. Вот она. Вот она. Ну, давайте разбираться. Первый вопрос, на который нужно ответить, на черный или на красный смотрим? На которую плотность? На красную, потому что она соответствует ситуации, когда справедливо альтернативная гипотеза. и эта вероятность оказаться левее, чем ци альфа. Вероятность, когда у нас есть плотность, это площадь. И значит, нам нужно, нам нужно вот сосчитать вот площадь от ци альфа влево до минус бесконечности. Коллеги, понятно? Замечу, что если у меня альфа мало, если у меня критическое значение где-то здесь, то тогда у меня вероятность ошибки второго рода больше половины. Ну и вот поэтому я рассуждал насчет того, что мы все время обращаем внимание на вероятность ошибки первого рода. Мы доблестно, не мы, мы уже нет, мы уже разобрались. Многие доблестно игнорируют вероятность ошибки второго рода, которая может быть просто гигантской. Ну и наконец последнее. А состоятельный ли наш тест? Вспоминаю, что означает состоятельный? А состоятельный это когда вероятность ошибки второго рода стремится к нулю при увеличении числа наблюдений. А что будет у нас? Вообще, что у нас будет происходить с ростом числа наблюдений? Что будет меняться на этом графике? если я буду увеличивать число наблюдений? График плотности будет меняться? Почему? Он будет более нормальный? Да он всегда будет нормальный. Вон теорема говорит. Хоть два наблюдения, он все равно нормальный. он будет сжиматься. Вон там неназойливо B делить на N дисперсия разделить на N N это число наблюдений. с ростом числа наблюдений дисперсия уменьшается. И вот вспоминаем вот это почему-то почти у всех остается в памяти, поэтому тут побыстрее. Пока дисперсия, пока число наблюдений, извиняюсь, наблюдений еще нет. когда дисперсия в районе там единицы, график такой. Когда дисперсия начинает уменьшаться, то график становится вот таким. А когда дисперсия начинает увеличиваться, то график плотности наоборот распластывается над числовой осью. Другое дело, что у него всегда площадь под графиком равна единице, но это уже важная, но другая история. Значит, что получается, что творится с нашими графиками плотностей? Они вот так вытягиваются. Что происходит с С-альфа, когда увеличивается число наблюдений и когда график плотности становится все более остроконечным вот таким? С-альфа движется влево. С-альфа начинает прижиматься справа к 11. Что происходит с вероятностью ошибки второго рода? Но С-альфа-то ползет влево к 11 и значит она начинает уменьшаться. Коллеги, понятно? Что-что? Ошибка первого рода как это? Как это? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. При этом процессе что происходит с вероятностью ошибки первого рода? Что-что? Ошибка первого рода не может меняться. Ну, не ошибка, а вероятность ошибки первого рода не может меняться, потому что она в нашей как мы поставили задачу она равна альфа. Она всегда равна альфа. Хорошо. Коллеги, понятно, да? То есть вот у нас состоятельный статистический критерий для решения простейшей задачи. Вопросы? Ладно, движемся дальше. в статистике мы не можем особенно играться, что у нас основная гипотеза, что у нас альтернативная. При создании статистического теста это зафиксировано довольно жестко. и каждый раз нужно об этом помнить, что основная гипотеза, что альтернативная. Вер, когда проверяешь гипотезу, почти всегда тебе пишут, в чем состояла альтернативная гипотеза, но потом уж легко догадаться, какая основная. В питании, по-моему, это не всегда. менять местами основную альтернативную гипотезу нельзя. Все это связано в первую очередь с техническими проблемами, потому что в случае вероятности ошибки первого рода нам нужно уметь решать это уравнение. И это уравнение должно быть достаточно простым, чтобы мы его решили. И поэтому основная гипотеза, это не строго, но такое мнемоническое правило, основная гипотеза обычно проще. Ну, например, нормальное распределение или ненормальное распределение. Какая гипотеза проще? Нормальное распределение, потому что там множество как бы они оба на континуум или больше, потому что там выбираем среди нормальных распределений, а в альтернативной гипотезе любое другое распределение. Ну, поехали. Теперь разбираем несколько тестов, в первую очередь те, которые чаще всего могут вам встретиться. гипотеза о нормальности распределения. Вот у нас основная, вот у нас альтернативная гипотеза способов промерить гипотезу нормальности тьма и тьма. Вот просто книжка 368 страниц, где перечисляются и изучаются различные способы проверить гипотезу нормальности. Всем эта книжка хороша, но автор не пытается в конце выдать никаких практических рекомендаций. Вот я вам перечислил, вот я вам описал свойства, а какое лучше разбирайтесь сами. Нечестно, по-моему. Самый популярный на сегодняшний день критерий Шапира Уилка, его мы и рассмотрим в примерах. Да, каждый раз у меня я не переделал презентацию, то есть Шапира тест дейта, это у меня из Р осталось, но как там применять Шапира тест в питоне мы тоже рассмотрим. Ну вот целая библиотека эровская с методами проверки гипотезы нормальности. В общем на сегодняшний день критерий Шапира Уилка доминирует. Основное ограничение у него там нужно при применении теста проводить сортировку. Основное ограничение это способность компьютера эту сортировку провести. Так. Я по этой гипотезе нормальности должен вас сразу предупредить. Каждый раз стоит серьезно подумать а нужно ли вам проверять гипотезу нормальности. Потому что очень часто бывает так. В учебнике написано если иксы и игреки имеют нормальные распределения то будет так и так. Например для Т-критерия студента. Там все доказательства предполагают что имеется нормальное распределение. А если распределение отклоняется от нормальности хоть немножечко. К сожалению теорем у нас тут уже нет. К сожалению тут мы можем полагаться только на какие-то числовые тесты. И тем не менее эти тесты утверждают многие критерии коэффициент корреляции Пирсона Т-критерии студента очень многие работают при некоторых отклонениях от нормальности. И вот про границы применимости этих тестов мы будем говорить о гипотезе. А гипотезы слишком строгие. Гипотезы слишком часто когда можно применить Т-критерии студента когда можно сосчитать коэффициент корреляции Пирсона говорят нет тут распределение ненормальное и в общем просто мешают нам нормально работать. Итак методы которые мы будем рассматривать ниже работают при отклонениях от нормальности но не очень сильных. Я буду называть их несущественными отклонениями от нормальности. тогда а какие отклонения от нормальности являются несущественными? Какие отклонения от нормальности являются существенными? Значит когда возникает ситуация при котором в учебнике написано что вот должна быть нормальность а мы все равно применяем тест мне проще нарисовать когда точно нельзя первое что точно нельзя если у нас сильна асимметрия гистограммы особенно мы уже встречались в такой ситуации если у нас сильно симметричные гистограммы то среднее арифметическое очень плохо описывает типичные наблюдения убрали убрали одно два наблюдения среднее арифметическое изменилось на 15 на 20 процентов вот это явная симметрия вторая ситуация когда отклонение от нормальности слишком большое чтобы его игнорировать вот у нас распределение и вот у нас еще имеется я рисую гистограмму и вот у нас имеется парочка выбросов наличие выбросов это существенное отклонение от нормальности третья ситуация когда у нас слишком сильное отклонение от колоколообразности формы гистограммы как это может выглядеть ну например вот это существенное отклонение от нормальности второй пример вот такая гистограмма бимодальная существенное отклонение от нормальности а в принципе от нормальности потому что существенное отклонение от колоколообразности формы а где граница начиная с какого момента мы можем говорить о каких-то чудовищных отклонениях от нормальности а я бы сказал что вот уже в случае равномерного распределения это пограничная ситуация то есть вот уже еще здесь мы можем говорить что каких-то чудовищных огромных очень сильных отклонений от колоколообразности нет. Ну и кроме того, с этими отклонениями от нормальности, особенно с последним, ну что вот здесь, что можно сказать про эти данные? Похоже, у нас было два источника данных. Похоже, у нас были слоны и моськи. И мы их объединили в одну совокупность. Все будет нормально, когда мы отдельно рассмотрим вот эти наблюдения и отдельно рассмотрим вот эти наблюдения. То есть у нас как бы два кластера. Это распределение, а встречается ли оно в природе? Встречается вот где-то в районе 1995-2000 года. Вот уже перестройка, перестройка, перестройка. И преподаватели в курилках начали обмениваться мнениями, что студент сменился. Вот раньше студент, если мы как бы распределение студентов по способностями, по знаниям, по уровню, то было примерно нормальное распределение. Большинство, там, между тройкой и четверкой, немножко отличников, немножко двоечников. А в последнее время вот все острее становится вот такое распределение. То есть вот средний студент вымирает, как класс. То есть студенты начинают либо заниматься, либо бросают занятия со всем. Ну вот пример такого вот распределения. Итак, если вы видите утверждение о том, что метод работает только для нормальных распределений, по крайней мере в тех случаях, которые буду рассказывать я, некоторые отклонения от нормальности возможны. И существенные отклонения, которые делают эти, применение этих методов невозможных, я перечислю. И, в общем-то, следующая лабораторная работа, в ней будет важной частью разобраться, возможно применять или невозможно применять Т-критерий студента для тех данных, которые будут вам предложены. Ну вот рекомендации. К выбросам относимся строго, к отклонениям от симметрии снисходительно, к отклонениям от колоколообразности довольно небрежно. Да, да. При этом, вот я не помню, есть ли это у меня в... А, по-моему, есть. Да, при этом у нас есть лекарства. Ну и что? Если есть выбросы, то их удаляем. Если у нас данные о городах России, там о финансах городах России или еще о чем-то, то Москва почти наверняка выброс. И поэтому... Да, и это понятно. И вот выбросы удаляем. Асимметрия. Ну, города России мы рассматривали и помним, что там логарифмирование превратило гистограмму, явно асимметричную, в такую колоколообразную, очень похожую на нормальное распределение. Итак, возможны преобразования, после которых данные, распределение данных станет нормальным или не будет несущественно от нормальности отличаться. Ну, бимодальность, я уже сказал. Если у нас сильное вот такого рода отклонение от колоколообразности, то, в общем, даже, то нужно серьезно думать, чем отличаются наблюдения из левой и из правой части гистограммы. Ну, несколько примеров. Что можем сказать про это распределение? Есть существенное отклонение от нормальности или нет? Есть. Это выброс. Один справа. Удалили, все нормально. Друг, конечно, придется поистеричить, если вот то наблюдение, которое выброс, оно ничем не отличается от всех остальных. Вот оно и тогда нужно думать, а нет ли тут тяжелых хвостов, нет тут еще что-то. А если посмотрели на это наблюдение и видим, что оно действительно попало в наши данные и является непредставительным, то надо удалять. Здесь что у нас? Ну, пограничная ситуация с асимметрией и два наблюдения далеко справа. Тут уж преобразовывать и преобразовывать. Удаляешь два наблюдения, берешь логарифм. А как брать логарифм? Там ведь отрицательное значение есть. Ну вот, есть наблюдение слева от нуля. Да, предварительно сдвинув его. Предварительно сдвинув его. Здесь есть существенное отклонение. Ну вот нормальная кривая, она просто приведена, добавлена на график. Можем ли мы сказать, что эти данные имеют распределение нормальное или распределение, которое несущественно отклоняется от нормального? Несущественно. Да, к этому надо привыкнуть, но серьезных, существенных отклонений нет. Что вот что-то вот такое? Ну, посмотрите, на самом деле ямка, сколько там наблюдений в этой ямке? Всего три, да? А и получается, что вот бимодальность мы предполагаем, основываясь всего на трех наблюдениях. Я бы так сделал. Я бы увеличил число столбиков, уменьшил число столбиков и посмотрел бы, сохраняется эта ямка или нет. Не является ли она следствием неудачного выбора числа столбиков. И после этого думал, ну вот если так быстро отвечать, то нет, это просто случайное отклонение. Я бы так сказал. Попробуйте несколько... Да, да. Ну что там ведь изменили? Было у вас там, скажем, 12 столбиков, написали 14, написали 9, написали 16, посмотрели. То есть дело, в общем-то, секундное. Хорошо. Сравнение центров распределения. Ну, еще где-то 15 лет назад это говорилось так. Так, в половине случаев, когда проводится статистический анализ, сравнивают центры распределения. Значит, зачем нам сравнивать центры распределения? Потому что мы в уме проделываем следующую подмену. Нам нужно сравнить иксы и игреки. Иногда иксы побольше, иногда и игреки побольше. Непонятно. И тогда, вместо того, чтобы сравнивать два столбца чисел, мы заменяем каждый столбец на типичное значение. И сравниваем эти типичные значения. Коллеги, понятно. И вот поэтому нас так волнуют центры распределения. В первую очередь, среднее арифметическое и медиану. Ну, уже говорили, среднее арифметическое. Много претензий. Но вот этот печальный жизненный факт, что среднее арифметическое, у него очень много каких-то особенностей. Ну, вот, например, у человека в среднем меньше двух глаз. Согласны с этим утверждением, да? Вот, учитываются только зарегистрированные наблюдения. А что было до начала регистрации? Что было после начала регистрации? Вот, непонятно. По этому поводу даже специальный анекдот есть. Что вот сидят несколько статистиков в баре. Так получилось, что недалеко от туалета. Они видят... Один из них видит, что в туалет зашел один человек. Потом вышло два. Ну, и он в шутку говорит своему собеседнику. Если сейчас туда один человек зайдет, то там никого не будет. Ну, потому что два человека зашло, два человека вышло. Вот третья ситуация. Вот у меня два... Ну, пусть это вот результаты каких-то торговых операций на бирже. И вот мы имеем доходы от этих операций. Вот в одном случае... Ну, вот значения видны. И понятно, что чаще случается так, что второй вариант... Ну, как бы второй вариант торговли, он выгоднее. Но при этом понятно, что первый вариант в среднем, он будет повыгоднее. И нам нужно по результате каждый раз думать. Для нас важнее как часто? Или для нас важнее среднее значение? Ну, это я, по-моему, рассказывал. Как американцы придумывали... Тот единственный, самый хороший способ определения типичного значения. Было такое? Да? Не-не-не, еще раз. Ну, давайте, прервите меня, как только станет понятно, что я это рассказывал. Вот среднее арифметическое, вот медиана, вот усеченное среднее. Все это способы описания типичного значения. И когда американцы поняли, что тут какой-то бардак и какая-то неопределенность, то они собрали крупнейших математиков, вот они тут, в Принстоне. Institute of Advanced Studies. То место, где конец жизни работал Эйнштейн. И дали им грант на год и сказали, разберитесь, какой лучший способ определения типичного значения. И вот они работали целый год. Вот по итогам их работы вышла книжка, название которой на экране. И вот каждый из них в результате придумал еще по одному своему методу определения типичных значений. После чего еще один статистик, более известный как историк статистики, попробовал все эти методы на исторических данных, ну данных оборудовании скорости света, ускорения свободного падения, еще что-то. Галилей собрал данные, бросал там камешки или что-то с Пизанской башни. И эти значения, эти чиселки сохранились. И вот какой метод лучше даст то значение, которое ближе к сегодняшнему. То есть в Галилее было приближенное значение, мы сейчас знаем лучше. Мы провели гораздо больше экспериментов, чем Галилей с того момента. И вот какой метод даст значение ближе к сегодняшнему. Ну и выяснилось, что усеченное среднее вполне конкурентоспособный метод. Он как минимум не хуже тех, предложенных этими товарищами. Побочный результат было наблюдение, которое меня как-то озадачило. Скорость света измерялась несколько раз, начиная с Майкельсона Морли, который первые измеряли скорость света. И каждое измерение давало больший результат. И вот он сказал, вообще нам нужно подумать, а не увеличивается ли скорость света. Ну ладно. Мои рекомендации. Если распределение хотя бы одной из выборок существенно отличается от нормального, то лучше использовать медиану. В остальных случаях среднее арифметическое. Критерии. Манна уитни или студента. Манна уитни для, когда у нас медиана. Критерий студента, когда у нас среднее. Ну давайте вот немножко про критерии манна уитни. Значит, я сказал, если сравниваем среднее, то лучше критерии студента. Если сравниваем медианы, то лучше критерии манна уитни. Вы обязательно, если вы будете заниматься анализом данных, то вы обязательно увидите статьи, громкие крики о том, что критерий манна уитни не проверяет гипотезу о равенстве медиана, проверяет что-то другое. И применять критерии манна уитни для проверки гипотезы о равенстве медиан неправильно. Так вот, все эти крики раздаются очень давно. Лет 20 уже этим дискуссиям. Что важная особенность этой дискуссии с теми, кто это утверждает, никто не спорит. С теми, кто это утверждает, все согласны. И при этом вот молчаливое большинство продолжает применять критерии манна уитни для проверки гипотезы медиан. Потому что нарушения, они есть, они возможны, но это бывает настолько редко, что, в общем-то, этим можно пренебречь. Итак, здесь имеется такой вот элемент веры, привычки и так далее. Что на самом деле проверяет критерий манна уитни? Он проверяет следующее. Вместо того, чтобы сравнивать две медианы и говорить разница незначима, разница значима, он проверяет гипотезу, насколько часто х больше у. То есть, вот вероятность того, что х больше у, и вероятность того, что у больше х. То, что эти вероятности равны, это и есть основная гипотеза. Зачастую, на самом деле, это именно то, что мы и хотим проверить. Насколько часто один метод дает лучший результат, чем другой. То есть, вот ситуация, когда мы смотрим, насколько часто, а насколько лучше. Помните, у меня был примерчик? Раз, два, три, четыре, пять с одной стороны. Один, один, один миллион с другой стороны. Так вот, здесь проверяется, насколько часто, игнорируя величину различия между х и у. Вот это нужно иметь в виду. Вообще, критерий Манна Уитни не учитывает величины наблюдений. Ранги. А ранги это что такое? А это если мы расположим наблюдение в порядке возрастания. Возьмем одно из наблюдений, и рангом будет номер этого наблюдения в упорядоченном ряду. То есть, если ранг равен единице, то это наименьшее. Если ранг равен n, это наибольшее. А насколько больше, насколько меньше, в этот момент, применяя критерий Манна Уитни, мы игнорируем. Итак, проверка гипотезы о нормальности. Обсудили. Посмотрим сегодня, как это делается в питоне. Главное в проверке гипотезы о нормальности не злоупотреблять. Для большинства задач нам строгой нормальности не нужно. Для большинства задач возможны отклонения от нормальности. Допустимые отклонения я буду называть несущественными или условно нормальными. Буду называть распределения. Вот предостерегаю вас от злоупотребления. Гипотезы, тесты для проверки гипотезы о нормальности, они слишком жесткие. И вы, проверяя гипотезу о нормальности, будете слишком часто отказываться от утверждения, что данные нормальны, в то время как это совсем в вашей задаче и не нужно. Мы уже сказали, существенные отклонения, выбросы, асимметрия и не колоколообразность формы. Мы эти картинки ведь обсудили с вами, да, на прошлом занятии? Что делать? И тогда же обсудили, что многие данные лечатся от отклонения от нормальности. Мы можем удалять выбросы, мы можем удалять, мы можем бороться с асимметрией распределения, мы можем бороться с бимодальностью. Но опять-таки призываю вас к осторожности. Можно увлечься и какие-то формальные действия с математической точки зрения правильные, с точки зрения вашего использования данных, они совершенно не нужны. Сравнение центров распределения. Значит, напоминаю, у нас две выборки, два столбца чисел. Нам нужно сказать, в каком столбце значение больше, в каком столбце значение меньше. Если у нашей компании две сети магазинов, то нам будет, например, интересно продажа, скажем, с квадратного метра, в какой из двух сеток выше. И это для нас будет приводить к вопросу о том, какую сеть магазинов развивать, какую сеть не развивать. И главное здесь в том, что для решения этой задачи мы пользуемся некой условностью, заменяя столбец данных одним значением, которое я называю типичным значением выборки, в качестве типичного значения средней арифметической медианы или усеченной средней, и сравниваем именно эти типичные значения. Это важно понимать. Итак, первый шаг, мы понимаем, что в нашей задаче будет типичным значением, и второй шаг, сравниваем типичные значения. Для медиан мануитни, для средних арифметических тест-стюдента предполагает, по крайней мере, вывод, математический вывод теста-стюдента предполагает нормальность распределения. Это требование мы облегчаем. Мы говорим, что возможно отклонение от нормальности. И несущественное отклонение от нормальности мы уже обсудили. Дальше. С технической точки зрения важно различать так называемые независимые и парные выборки. Парные выборки. Это случается, когда наблюдение естественным образом образует пару. Например, мы берем какой-то показатель. Вот у меня один столбец значений, вот у меня другой столбец значений. И строчки, числа в одной строчке образуют пару. Ну, например, показатели, ну, какие-то, например, показатели продавцов до тренинга, и точно такой же показатель после тренинга. В чем дело? Зачем нам важно выделять вот это в особый случай и называть это парными выборками? А дело в том, что мы процедуру проверки в этой ситуации можем упростить. Мы можем рассмотреть просто разности. И в случае, когда тренинг не дал никаких результатов, когда обучение это была просто какая-то развлекушка, которая не привела к улучшению работы, будет соответствовать ситуации, когда х-у равен нулю. То есть, ситуация средняя здесь и средняя там одинаковы, заменяется на другую ситуацию. Ситуацию, когда разности равны нулю. Вот, и этот тест проще, его проще организовать. И вот поэтому выделяем специальный случай. Значит, теперь как это можно распознать? Ну вот, один и тот же показатель до и после. Один и тот же показатель, скажем, в Москве и в Питере. Вот случай парных выборок. Случай парных выборок. Независимые выборки. Ну, когда значение в столбцах независимы друг от друга. Одно можно сказать. Если у нас х-у и у-у разное количество, то тогда у нас точно случай независимых выборов. Ну, ладно. Значит, если мы сравниваем среднее значение, то задача звучит так. Гипотеза математические ожидания равны, альтернативные гипотезы математические ожидания различны. Ну, и вот выбираем между этими двумя гипотезами. Применяя Т-критерии студента и проверяя данные на несущественное отклонение от нормальности. Про дисперсии. Про дисперсии. Если мы используемся Т-критерием студента, то для нас важно одинаковые дисперсии в двух выборках или не одинаковые. Почему это так? Я ведь это не рассказывал в прошлый раз. Про дисперсии. По-моему, нет. Нет. Почему это так? Вместо доказательства я приведу другую ситуацию. Вот в этой другой ситуации она регулярно возникает, и мне регулярно про нее задают вопросы. Мы смотрим на гистограммы для двух выборок. И вот, разглядывая эти гистограммы... Нет, сначала мы смотрим на Т-критерии студента. И вот в одном случае разницы между средними арифметическими очень мала. Раз. Но ТЭС говорит, что нужно отдать предпочтение гипотезе о различии. То есть разница маленькая, но ТЭС считает, что различия статистически значимы. Вторая ситуация. Средние арифметические различаются сильно, а ТЭС говорит, что разницы нет. Статистически значимы. Как это может быть? Ну вот смотрите, один случай. Вот у меня одна выборка, ее гистограмма. Вот у меня другая выборка, ее гистограмма. Вот у меня средние значения. Разница между ними мала, но понятно, что эти выборки различаются. Ну, в крайнем случае, может даже случиться, что любое наблюдение правой выборки больше любого наблюдения левой выборки. И тогда, конечно, средние арифметические одинаковы. А вот другая ситуация. Вот у меня гистограмма для одной выборки. Вот у меня гистограмма для другой выборки. Вот у меня средние значения. Вот разница между ними большая. А поскольку наложение гистограмм очень большое, ТЭС говорит, что вот эта разница статистически незначима. ТЭС отдает предпочтение гипотезе, что математические ожидания равны. Коллеги, понятно? Итак, маленькое различие может считаться статистически значимым. Большое различие может считаться статистически незначимым. И это, естественно, вот я постарался это вам проиллюстрировать. Ну и что теперь? Вот это было не доказательством того, что я сейчас говорю, а вот дополнительной иллюстрацией того, что дисперсии играют роль при сравнении средних. В данном случае важно немножко другое. Дело в том, что есть не один, а довольно много Т-критериев студента. В лекциях традиционно преподаватель рассказывает, я сам когда читал статистику, делал именно это, преподаватель рассказывает только одну из версий Т-критериев студента, а их много. И тесту нужно понимать, что вот в вашем случае дисперсии можно считать одинаковыми в двух выборках, или дисперсии различны. Конечно, всегда можно считать, что они различны. Конечно, всегда можно считать, что равенство – это частный случай несовпадения. Но в этом случае вы будете вы будете наказаны, и это наказание будет как бы невидимым для вас. Потому что это наказание будет проявляться в том, что… А может, мне кто-нибудь подскажет. В том, что ошибка второго рода вырастет. То есть у вас был случай равенства дисперсии. Вы воспользовались версией Т-критериев студента, в которой дисперсии различны. И цена этой неточности будет в том, что ошибка второго рода будет больше. Коллеги, понятно, да? Вот поэтому, прежде чем проверять гипотезу о равенстве с помощью Т-критерия студента, нужно проверить, они равны дисперсии или не равны, и заказать в библиотеке выполнение правильной версии, указав в качестве опции там дисперсии одинаковые или дисперсии различные. Вот, на самом деле, тестов, которые проверяют гипотезу о равенстве дисперсии, очень много. Довольно долго был один тест. Этот тест, вот F-тест, восходящий еще к Фишеру, но он чувствителен к отклонениям от нормальности. Вы в литературе можете увидеть еще тест Бартлета. Он сменил F-тест снова чувствителен к отклонениям от нормальности. Потом появился тест Левиня или Левена, я не знаю, как это правильно произносить. И, наконец, самый популярный, самый модный тест для проверки гипотезы о равенстве дисперсии это тест Флигнера-Килина. Заранее скажу, что, да, он наиболее популярный на сегодня, но растет вот популярность Телна, Брауна, Форсайта. Так что будьте готовы сменить Флигнера-Килина, который мы будем учиться пользоваться, на вот этот самый тест Брауна-Форсайта. Существуют другие подходы, когда отличающиеся от тех, которые я рассказываю. То есть, я говорю, проверьте дисперсии, и в зависимости от того, отвергнута или не отвергнута гипотеза о равенстве дисперсии, выставьте правильную опцию. Можно это делать единым образом, с помощью такого комбинированного теста. Вот, например, статья, где-то улучшенная техника описывается. Ну вот, вот так устроен мир. Вы можете написать очень неплохую, правильную вещь, не сопроводить это библиотекой, процедурой. И то, что вы делаете, в общем-то, останется просто неким фрагментом в лекции. То есть, вот люди придумали процедуру получше, люди поленились написать вот какой-то код, реализующий свою процедуру, ну и вот их результат остался на обочине. Ладно. Значит, то, что я говорю о существенных и несущественных отклонениях от нормальности, это, в общем-то, моя точка зрения. Единого стандарта здесь нет, некой книжки на эту тему здесь нет. Существуют другие техники, когда вы их услышите, когда кто-то из коллег скажет вам, ой, я делаю все совсем иначе, я рекомендую внимательно прислушаться, подумать на эту тему, может быть, вы и воспримете аргументы вашего собеседника. Ну вот, существует такой подход, что если у вас много данных, то T-критерий студента можно применять всегда, вообще даже игнорируя, нормально, ненормально, все равно сработает. К сожалению, когда начинаются большие данные, когда можно перестать беспокоиться о нормальности, вот по этому поводу никакой ясности нет, ну, может быть, 300, более-менее надежная граница, которая отличает ситуацию, в которой нормальность важна, от ситуации, когда нормальность не важна. Теперь медианы. Сравнение медиан. Вот есть такой тест Муда. Тест Муда, он всем хорош, он проверяет именно гипотезу о равенстве медиан. И пользоваться бы им, и пользоваться, и не морочить себе голову всевозможными манами уитни, если бы не появлялась серия статей, вот одна заметная статья, ссылка на нее приводится, а не надо ли нам исключить тест Муда из использования. И в этой статье авторы аргументируют следующее, у теста Муда слишком большая ошибка второго рода, слишком большая вероятность ошибки второго рода, и поэтому применять его можно только для гигантских объемов данных, когда состоятельность этого теста Муда гарантирует нам уменьшение вероятности ошибки второго рода. Итак, есть тест Муда, всем он хорош, кроме того, что у него большая вероятность ошибки второго рода, и это лечится только огромными объемами данных. Поэтому про тест Муда дальше говорить не будем. Критерий Мана Уитни. К сожалению, он существует, у него много имен, и в каждом пакете или даже в одном языке в разных библиотеках один и тот же тест может называться по-разному. Но дело в том, что был сначала такой математик, опять с ударением затрудняюсь, Вилкоксон, он написал статью, эта статья осталась в общем-то незамеченной, потом два видных статистика Ману Уитни написали, обобщили этот тест, написали статью в самом авторитетном журнале по статистике, все прочитали эту статью, все это восприняли, появился на свет тест Ману Уитни, пока кто-то не сказал, обреть, а Вилкоксон, Вилкоксон, ведь он первый это все изобрел, ну и после этого начались страдания, как его называть, где-то этот критерий называют критерием Вилкоксона, потому что он был первым, где-то критерием Ману Уитни, потому что они всем нравятся, где-то критерий Вилкоксон, Ману Уитни. Я уже успел в самом конце прошлого занятия сказать, критерий Ману Уитни не проверяет гипотезу о равенстве медиан, он проверяет гипотезу о том, что значение столбцы х превышает значение столбцы у так же часто, как наоборот, значение столбцы у превышает значение столбцы х. То ли человечеству эта мысль тяжеловата, то ли вот что-то еще, но тем не менее, критерий Ману Уитни вот сейчас пробегу, применяется для проверки гипотезы о равенстве медиан. Чтобы не касаться каким-то извращенцем, я просто взял книжку и из нее выдрал 10 строчек. Вот люди пишут, применяем тесты Ману Уитни и тесты Вилкоксона для проверки гипотезы равенства медиан. Что неверно. Существуют ситуации, и они уже придуманы, они уже описаны, когда равенство медиан сопровождается тем, что критерий Ману Уитни гипотеза о равенстве медиан отвергает. Вот пример данных. Вот красненькие сравниваются с фиолетененькими. Вот у них медианы в точности равны. В точности равны. И вот для таких данных гипотеза о равенстве медиан с помощью Ману Уитни она будет отвергнута. Ну в чем дело? Ну дело в том, что фиолетовые намного чаще превышают красненькие. Помните, поэтому тест Ману Уитни вот он свое считает и он в данном случае отвергнет. А вот в этой ситуации гипотеза о равенстве медиан будет не отвергнута. Хотя, конечно, разброс данных в этих двух группах различается разительно. Итак, еще раз кратенько. Если несущественное отличие распределений, двух распределений, каждого из двух распределений от нормального, то студента. Если сравниваем медианы и много наблюдений муда, если сравниваем медианы и мало наблюдений, то критерии Ману Уитни. гипотеза независимости сам факт случайной величины x и y независимы. Альтернативная гипотеза зависимы. Редко то есть выходит из употребления в настоящее время, потому что мало кого интересует сам факт зависимости, всех интересует функция, всех интересует модель, которая показывает, как x зависит от y, потому что с помощью такой модели мы по x можем определить значение y. Если мы пользуемся только критерием независимости, то он не дает нам ответ на вопрос, кто на что влияет, мы просто видим некую согласованность изменений x и y. Ну вот пример, который был предложен Бернардом Шоу еще где-то там в 1914 году, где-то перед еще Первой мировой войны, в этом примере были зафиксированы, были описаны несколько зависимостей, вы говорили, по-моему, если человек арендует место в церкви, то он живет дольше. Вот Бернард Шоу в СС, издеваясь над статистиками, которые изобрели критерии независимости и проверяли, считали корреляции для всего, чего видели. Вот он описал ситуацию, что вот что видят статистики, если человек арендует место в церкви, ну вот как на Зенит, купил абонемент на год, и у тебя место на стадионе, то же самое в церкви, то он живет дольше. Если человек носит цилиндр, в 1914 году цилиндры вовсю носились, то у него шире грудная клетка. Если человек чаще принимает ванну, то среди таких людей больше любителей опер Вагнера. На самом деле, все эти переменные зависимы между собой. Все они коррелируют. Ну, а дальше след за Бернардом Шоу ответим на вопрос, а почему? Во. Потому что на самом деле есть латентная, скрытая, переменная, если угодно, фактор, которая проявляется в этих показателях. А это переменный уровень жизни. Богатые носят цилиндр, живут дольше, арендуют место в церкви, деньги есть, чаще принимают ванны, среди них больше любителей опер, Вагнера. Вот. Ну, это уже другая тема. Это тема факторного анализа, как, имея проявление некоторых характеристики, научиться ее измерять. Ну, в данном случае, по этим показателям определять уровень жизни. Ну, другой пример, когда все ж таки корреляция для нас важна, это вот мне придется забежать вперед. Я ничего не рассказывал вам про случайные леса, я ничего не рассказывал вам про нейронные сети, но и в том, и в другом случае у нас есть такая проблема. Лес состоит из деревьев, и дальше эти разные деревья голосуют для того, чтобы определить наилучший результат. Чего мы боимся? Мы боимся, что когда мы строим лес, у нас будет очень много одинаковых деревьев в нем. И это будет проявляться в том, что каждое дерево будет выдавать один и тот же или почти один и тот же результат. И это конечно плохо, потому что у нас дублирование методов. в случае нейронной сети. Нейронная сеть это сложная иногда сложная, иногда не очень, но тем не менее конструкция, состоящая из нейронов, эти нейроны расположены по слоям, и если несколько нейронов одного и того же слоя выдают при одном и том же входном векторе выдают похожие значения, то это означает, что нейроны дублируют друг друга. И у нас избыточно сложная нейронная сеть, у нас зря потрачено время на обучение, и мы выдумываем специальные техники типа dropout для того, чтобы преодолеть это дублирование. А как определить, что у нас есть дублирование, как определить, что у нас разные элементы сложной машины работают одинаково в то время, как должны работать по-разному, но сочетать корреляцию между выходами. И вот в этом случае при гибридизации мы можем считать корреляции для того, чтобы определить, что у нас есть дублирующие элементы. Значит, коэффициенты корреляции. Существует три варианта пирсона, спирмена и кендалла. Пирсона, когда у нас данные несущественно отличаются от нормальных, спирмена во всех остальных ситуациях, кендалла. Кендалл дублирует спирмена, хотя они были придуманы независимы. Так уж вышло, это математический факт, что коэффициент спирмена больше, чем коэффициент кендала. И получается, а поскольку чаще всего мы хотим определить, что х влияет на у. Это нам интересно. Вот ситуации, когда х не влияет на у, они нам менее интересны. Там вот корреляция между весом стула, на котором сидит человек, и весом самого человека. Ну, наверное, корреляции. Но что об этом миру твердить? Никому это не интересно. Всем интересно, когда вдруг корреляция большая, и это является индикатором того, что вот есть зависимость. В общем, игра такая. Интересно, когда есть зависимость. Интересно, когда значение коэффициента корреляции большое. И в этом случае кендалл проиграл, потому что у него значение коэффициента корреляции меньше, чем у спирмена. Ну, и все добросовестные, и особенно недобросовестные аналитики, естественно, дают предпочтение спирмену, который выдает большее значение коэффициента корреляции. Поэтому фактически у нас есть только пирсона и спирмена. Ну, давайте поймем еще нашу проблему. Наша проблема состоит в том, что мы говорим в данном случае о статистической зависимости. А статистическая зависимость очень напоминает функциональную зависимость, но похитрее. Ну, что такое функциональная зависимость? Вот график логаритма. И всем понятно. А что такое статистическая зависимость? Статистическая зависимость это когда среднее значение у зависит от х. И вот я взял тот же самый график, зашумил данные, ну, то есть прибавил каждому наблюдению случайные отклонения, и, в общем-то, статистика работает в ситуации, когда у него он выявляет статистическую зависимость. И, в общем, у меня, например, не потянется рука, чтобы бросить камень в того, кто скажет, вот в данном случае мы имеем линейную зависимость х от у. Я-то это строил, я знаю, зависимость вот такая. Но тому, кто это не знает, ему-то ведь нелегко. вот, и поэтому, когда мы говорим об анализе данных, то мы чаще, то мы говорим о статистической зависимости, и вот, и нужно все время вот это различие иметь в виду. Я его попытался проиллюстрировать. Ну, в данной ситуации, ну, конечно, надо определять, что у нас среднее значение у-ка это логарифм х. Ну, ладно. В случае проверки гипотезы независимости интересен и сам коэффициент корреляции. Это некий градусник, это некий способ измерить, насколько у нас х и у зависимы. Формула для коэффициента корреляции нужно приводить? Или всем понятно? Ну, это, по сути дела, скалярное произведение. Ну, хорошо. Значит, формулу пропускаем. И вот по поводу этих значений коэффициентов корреляции, что с ними? Какое значение коэффициента корреляции маленькое, свидетельствует о слабой зависимости или отсутствии зависимости, какое значение коэффициента корреляции большое? Вот практически в каждом учебнике статистики есть вот такая табличка, которая, ну, вот как-то вербально описывает значение коэффициента корреляции. Это хорошая, интересная табличка, на нее полезно смотреть, только в каждой книжке она своя. И это связано с разными вкусами авторов, это связано с разными науками, где-то значение 0,5 это слабая корреляция, где-то у физиков где-нибудь практически нулевая корреляция, где-то у психологов просто гигантская корреляция, они просто других корреляций не видят. Вот не потому, что они глупые, а потому, что у них предмет гораздо более сырой, менее оформленный, и там им сложнее. Итак, мое предложение, имейте ввиду какую-нибудь табличку, выберите свою любимую, но относитесь к ней в кровей степени скептично. Коэффициент корреляции, давайте посмотрим, какие значения коэффициента корреляции, каким данным соответствуют. Ну, сейчас попробую чуточку покрупнее сделать. Вот, ну, вот это, конечно, коэффициент корреляции равен единице, зависимость просто линейная. Вот, коэффициент нет, все-таки пусть будет померяче, видно же. Вот, коэффициент корреляции 0,9 между х и у, вот, коэффициент корреляции 0,8. Значит, с чем я это показываю? Чтобы появилось какое-то вот соответствие между визуальным образом, как выглядит облако, и значением коэффициента корреляции. Ну, коэффициент корреляции 0,8. Довольно большая, довольно сильная зависимость. А, на мой взгляд, облако вполне себе рыхлое. Тенденция есть, но облако, по-моему, рыхловато. Коэффициент корреляции 0,6, 0,4, бедные психологи, да? Вот, 0,2 не 0. Ну, и, наконец, коэффициент корреляции равен нулю. Мало того, что вот у нас такие вот облака имеют коэффициент корреляции 0,4. Еще при использовании коэффициента корреляции очень легко ошибиться. Давайте посмотрим на типичные ошибки при использовании коэффициентов корреляции. Первое. Ну, вот, что у нас имеется? У нас имеются точки лежащие на параболе. Коэффициент корреляции, если мы уберем параболу и рассмотрим только точки, коэффициент корреляции равен, а чему он равен? Ну, здесь все подобрано, здесь точности 0. Вот, итак, коэффициент корреляции измеряет линейную связь между иксом и игреком. Вот у вас функциональная зависимость, но она не линейная, и коэффициент корреляции нас обманет. Он скажет, что линейной зависимости нет. Хотя это не он нас обманул, а мы сами обманули себя, потому что мы искали линейную зависимость, но и линейной зависимости действительно нет. Замечу, что в этом случае коэффициент корреляции превысит 0.8. Я просто взял одну из веточек этой параболы. То есть как вам там повезет, не повезет с определением зависимости ситуативно. Дальше выбросы, регрессия это будет тоже касаться, выбросы чрезвычайно сильно влияют на коэффициент корреляции. Ну как и на все методы, основанные на нормальной теории. Ну теории нормальных распределений. Ну вот у меня облако данных. Вот у меня коэффициент корреляции минус 0.81. Ладно, выделю одну точку и начну ее двигать вправо вверх. Вот она там в правом верхнем уголке. Все остальные точки без изменений. Коэффициент корреляции минус 0.55. Коэффициент корреляции уже равен нулю. Если вы уже говорил, но еще раз повторю, если вы анализируете какие-нибудь финансовые характеристики городов России, то у вас картинка будет именно такой. Вот там в правом верхнем углу Москва, вот там в левом нижнем углу России, и вот коэффициент корреляции просто врет. А вот я еще дальше поудалял, и он уже из минус 0.81 превратился в плюс 0.81. Итак, неустойчив к выбросам, тот, кто не почистил выбросы, тот, кто не учел их, и продолжает использовать коэффициент корреляции пирсона, сильно неправ. Ложная корреляция. Что такое ложная корреляция? Ну вот где-то там с 75-го по 85-й год. Берем какие-то данные. Первый набор данных по годам будем брать. Рекорд мира по прыжкам в высоту на конец года. Раз. Второе производство электроэнергии в США. Третье совокупный национальный продукт Таиланда. Очень сильная корреляция. Причина. Вот эта ложная корреляция есть. В чем причина? Причина в следующем. Если у вас есть два временных ряда и оба монотонные, то они гарантированно имеют высокую корреляцию. По крайней мере по модулю. Ну а вот мы взяли три характеристики, которые росли. Но рекорд мира по прыжкам в высоту он падать по определению не может. Ну а все остальные в это время росли. И вот с помощью такого трюка можно доказывать очень многие интересные вещи. Нужно только взять два монотонных ряда. Так. Хорошо. Может быть мы сюда вернемся. Может быть мы это может я что-то пропустил. Ну а теперь хватит разговорить. У нас еще будет два больших таких тяжелых разговорных лекций. Одна когда мы дойдем до факторного анализа. А другая когда мы будем про XGBoost говорить. Но XGBoost это уже следующая часть курса. Вот это первый случай когда у нас большие разговоры. Он закончился. И он